Я был в костюме и ходил в галстуки на работу, занимал какую-то возвышенную должность в этой всей структуре. Но почему-то во мне с детства не было этого рвения желания. И я не находил себя в этой роли. Сейчас я закончил университет и все остальное, но мне на самом деле это как-то чуждо. Потому что настоящие знания, которые помогают в жизни, их нельзя получить в школе, в университете на самом деле. И все, что заметил я за свою жизнь, это то, что все троечники находят себе место в этой жизни как угодно. Но почему-то все отличники очень страдают, ходят в рваных пальто всю долгую жизнь. И ходят инженерами или еще кем-то, и вроде они так боролись, ну и напоролись. Ну вот так вот как-то. Я избегал этих рамок просто, и мне не получилось маме загнать меня в рамки, поэтому я вот здесь. Мне с детства нравились люди в черном. Мне нравилось, когда все костюмы в твоем шкафу одинакового цвета. Когда у тебя 10 пар одинаковой обуви, одинаковые рубашки, галстуки, белье. Это консерватизм, меня он очень привлекал. И просто в какой-то момент все пошло не так. И вот я здесь. Возможно, более другой план, более серьезный сработал. Но может быть все впереди, никто ничего не исключает. Поэтому пока вот так. Но я почему-то верил всегда, что я буду действительно ходить в костюме, на работу. У меня даже, представляете, осталось два костюма, которые я храню на тот день, если вдруг моя детская мечта захочет реализоваться. Друзья ко мне относились очень тепло всю мою жизнь. С самого детства. Я хотел быть Майклом Джексоном. И до сих пор пытаюсь реализовать эту идею. Сейчас ведутся переговоры с пластическим хирургом по поводу измены... Жене родине. Вот, родине. Родине, да, измены родине. И мои родители до сих пор меня поддерживают. Да, они мне звонят каждый день, спрашивают, как там дела с доктором Хаусом. Я говорю, что все в порядке. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь. Я твоя любовь, тигра-никотик. Дура за всех тут и дураков, что любят гламут. Если честно, да, в 90-х популярность там далась намного сложнее. В 80-х очень было тяжело пробиться. Вы сами понимаете, почему. Я тогда совсем был другой. Я был старше, и какая может быть популярность в 90 лет. Потом я умер, родился заново, и теперь у меня все хорошо. Я молод, свежий, и могу заново попробовать свой путь к Алимпу творческому, так сказать. Но по поводу касательно вашего вопроса, сейчас время интернета, и мы хорошо над тем работаем. У нас есть собственные блоги, есть сайты, и мы снимаем постоянно какие-то видео, чтобы было такое непосредственное общение со зрителем. Мы редко можем встретиться живьем, только на наших концертах, но когда они видят нашу жизнь в интернете, есть ощущение присутствия артиста-друга рядом с тобой в твоем сердце постоянно, как Господа Бога. Поэтому, когда ты идешь по пути творчества, то со временем ты уподобляешься Господу Богу. Идти по этому пути очень интересно. И то, к чему мы стремимся, раскрыть в себе божественную сущность. Вот о чем я думаю сейчас. По-моему, и в интернете можно что хочешь смотреть, а что хочешь не смотреть. Поэтому, как бы, никто не принуждал нас слушать или смотреть в интернете. Поэтому вопрос... Ты нарисуешь небо, я нарисую солнце тебе, и мы с весенним ветром летим навстречу нашей судьбе. Я думаю, можно выдумать свой собственный рецепт. Но в интернете я веду передачу, которая называется «On Fire». То есть я готовлю еду, это кулинарное шоу. И я могу вам... Представляете? Да. Я могу рассказать вам небольшой рецептик. Смотрите, вы берете прекрасные вещи. Прекрасные, просто божественного сияния, излучающие. Потом немножко лимонного сока, перца обязательно. Я люблю много перца. Если кто-то любит поменьше, вы можете по своему вкусу добавить и солить, чуть-чуть, щепотку. И, конечно же, мы берем наш «Блендер Браун». Все смешиваем. У меня другой, у меня немецкий «Профи Кук». «Профи Кук», «Браун», все, что вы можете себе позволить, так сказать. Смешиваете, и в итоге вы получаете новую группу. Субстанцию. Да, которую вы можете назвать, как хотите. Никита каждый день выдумывает по 10 названий групп, может поделиться с вами хотя бы парочкой. Первое вот «Жек» пришло на ум недавно. «Жек». Да, вы можете играть песни для людей. От имени «Жека». Вот. Никому не советуем повторять наш путь или повторять «делайте, что хотите, делайте сами». Сейчас такой прекрасный век, можно посмотреть на Запад и увидеть, что там уже всем насрать на то, что будут говорить или что будут делать. Просто делать, что хотят, и все. Мы стараемся просто менять виды занятий, поэтому это нас, собственно, развлекает, отвлекает от каких-то, от рутины. Потому что, на самом деле, все, что человек может угнетать, это просто обыденность и постоянство происходящего и быта. Если человек выходит из этого пространства, то он находит еще очень много вещей, которыми можно наслаждаться и выделять этому внимание. Соответственно, получая наслаждение, это и есть уже какой-то отдых. Ну, вы же отдыхаете в наслаждении. Вот, как бы так. Даже сейчас мы, например, мало чего хотим делать. Но мы вот сейчас поиграли на расстроенном пианино, подбили по разной посуде и вилками, создавали разные звуки. Мы поиграли музыку, так сказать, какую нам хотелось услышать в данный момент. И это немножко тоже развело нас, мы насладились этим состоянием. Это все игры. Просто меняешь мир деятельности и отдыхаешь. Ничего не делание, это не выход. Хотя иногда сон может помочь. Говорят, ночью лучше спать, чем днем. Потому что ночью луна, она восстанавливает твои силы. Ходит через темечко, выходит через первую чакру внизу в форме сияния, которое расслоено на 5 спекторов. Вот. И очень сильно ощущает твой организм изнутри все доши и чакры. Они выстраиваются в один столб, и вся твоя удача, она просто выходит из тебя утром, как черепаха. Если на ночь Бэтмена выпил, да? Да. Я люблю очень, например, просто петь, играть на инструментах. Меня это расслабляет очень сильно. Ну, то есть я отключаю свою физическую оболочку и путешествую по разным странам, которые в моей голове были созданы за 27 лет и предыдущее несконченное число жизней в разных телах. Знаешь, я вот заметил такую вещь, что когда ты очень сильно устаешь, когда уже нет сил, отдыхать тоже не хочется вообще абсолютно. Ты думаешь, блин, что я буду сейчас отдыхать? Ты не хочешь ни есть, ни пить, ни спать, ничего. Ты даже пытаешься и думаешь, так, ну надо поспать. Ты ложишься и лежишь, вот как было прошлой ночью, к примеру. И лежишь просто всю ночь до утра и понимаешь, да ну, не буду тратить время. И начинаешь делать что-то полезное. Читать, заниматься спортом, вышибать клин клином. Это отличный способ для того, чтобы остановить силы. Мы повторяем, мы уже пошли дальше. То есть раньше мы были просто людьми, которых вы смотрели по телевизору, в интернете, да? Но мы пошли дальше, мы не стоим на месте, мы группа Quest Pistols. Поэтому сейчас мы вышли на новый уровень, мы повторяем мантры. Специальные мантры, которые дают нам силу, которые дают нам любовь, энергию, влияние на собственное сознание. Вот это тоже нам очень сильно помогает, индийские мантры. Ура, сочтенный. Современный юноша, да, или мужчина, он должен иметь одно главное качество в своей жизни. Это решительность. И все, и больше ничего ему не надо. Если у него будет решительность, то он сможет добиться всего, чего он захочет, хотел бы или сможет захотеть. И вот там спрашивали про какие-то рецепты успеха, удачи. Это решительность. Что бы ты ни делал, даже если ты делаешь что-то хорошее или плохое, если ты решительный до конца, то ты добьешься какого-то результата серьезного. И ты сможешь точно сказать, что я это сделал, я старался максимально, как бы откладывал свои силы и внимание, энергию на то, чтобы достичь чего-то. Поэтому это все, что я могу сказать. Вот я слышал такую историю, что один рокер, когда его сидят, даже не помню его имя, и он, по-моему, какой-то гитарист просто, и в какой-то группе, честно, не помню, кто он. Он сказал такую вещь интересную, когда у него спросили подобного рода вопроса, мы задали вопрос в стиле, какой ваш любимый персонаж, на кого бы вы хотели быть похожим. Он сказал, что Конан, Конан воин, потому что он не торгует лицом, он все время делает, 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 делает. Мне кажется, это очень важное качество для мужчины, делать, не разговаривать, не рассуждать, а делать, 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 все нормально будет. Если заглянуть в историю, по-моему, очень много деятелей, культуры и науки блистали. Хрущев все-таки когда-то был в ЦК КПСС, главный секретарь, он тоже украинец, на секундочку. То есть все нормально, я думаю, это много народная нация, СССР, как бы сами создали эту территорию, подчинились всех себе, и как бы, ну, чего вы хотите. Да, нации будут приходить на территорию России сейчас, управлять свои таланты там, особенно, где их не видят. А так же Чернобыль. Йоу. Да, это из-за Чернобыля. Это Чернобыль, все, 86-й год. Чем-то видка, вся фигня. Мы такие таланты. Я себе сделал татуировку, предупрежусь. Знаете, надо ожидать теперь талантов из Японии. Ооо. У них там тоже нормально все. В этом плане. Третье уважение. Украина, на самом деле, вообще лидирующая в мире держава по талантам. Если честно, все современные певцы и певицы, если вам удобно, я буду их так называть, они выходцы из Украины. Фрэнк Оушен выпустил свой последний альбом, Channel Orange называется. Он из Украины. Его сводили в Украине. Да, его Франко, его бывший, как это сказать, родственник, да? Ну да, какой-то приятный. Да. Ну и вообще много. Бритни Спирс из Украины, вы все знаете. В Вене Краице жил дедушка на Украине в Одессе, одессинский еврей. Да. А вот, например, президент компании покойный Мэтр Голденмайер тоже был украинец. Ну, то есть, на самом деле, просто покопайтесь и в истории все увидите сами. Вот именно. Кто-то говорит, что из Индии пошло все. Нет, из Украины, ребята. Ну, Иисус Христос тоже был украинцем. Начиная с Галычины. Вот. Он родился, появился. Сначала луч света пошел, потом он пророс, и Украина появилась из-за этого. И все, и таланты разошлись вокруг. У меня лично мечта выйти из этого мира без смерти, без ощущения боли, страдания, болезни и все остальное. Я просто хочу раствориться. В абсолюте. Да, в абсолюте, и чтобы он меня принял. Поэтому я знаю, насколько она неизбыточная, поэтому именно такую цель я ставлю перед собой мечту. Потому что если ставить перед собой избыточную мечту, типа в стиле «я хочу себе мечтаю о машинке», то может много машинок прийти просто в жизни, не знать, что с ними делать. А еще на них разбиваются люди насмерть. Я поддерживаю своего друга. Это прекрасная мечта. Мы все о ней знаем, и мы храним ее в тепле, в уюте. Это прекрасное желание разумного человека в нашем мире жить как-то альтернативно, думая немного о духовном. Мы, так сказать, перешли разные этапы прослушивания разных стилей музыки. То есть нравится все хорошее. И когда-то был момент, когда мне казалось, что я живу в 69-м году постоянно. Вот честно говоря, я смотрю на все вокруг, а мне кажется, что сейчас 69-й. И все мои погибшие друзья, они в моем сердце рядом со мной жмут мне руку постоянно. И тот же Джим Моррисон, и Хендрикс, и все-все-все. Очень большой список групп, которые можно перечислить. Но сейчас реже как-то получается. Иногда в свободное время, когда я макраме вышиваю, то моя подружка читает мне электропрохладительный кислотный тест Тома Вульфа, в котором принимают участие все наши знакомые Кен Кизи и тому подобные личности. Я хожу в туалет с утра, потом я моюсь, иду в душ, чищу зубы перед душем. Или... да? Ну да, да. У нас такой же рацион, да. Я иногда не моюсь, у меня иногда полутром лень мыться, я просто встаю и иду, куда хотел. Вот, да. Я не могу, я так привык, кремом мажусь еще. Меня приучила моя девушка мазаться кремом. И я теперь не могу никак от этого отвыкнуть, представляете? Вот. У меня еще нет детей. Нет детей. Стригусь я раз в месяц. Вот. Очень люблю не кушать, поститься. Очень люблю. И еще я люблю писать стихи. Отруби ты мне ногу. Господин Господинович. Мне не нужно огня. Я могу быть влагой. И могу искать ночь. В твоих глазах вечность играет, как дочь сына Бога ярости. Вот такие вот стихи. Это эзотерическая лирика. Спасибо за сына и за дочь. Мы любим цитировать других поэтов тоже. Боярского в основном. Ну как же не вспомнить Боярского, когда ты в Питере. Белая стрелька за любви, стрелька за пути. Белая стрелька за любви, стрелька за лети. Один твнет точка ру. Смотрю, что хочу.